Дарья Воронина 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 к этому участку то есть там он хочет и прудик себе организовать и также деревья сохранить тепличку но у нас есть технические подвязки то есть у нас уже есть пробуренная скважина которой мы хотим привязаться чтобы было меньше затрат по проводке той же воды электричество игорь так может мне телефон вашего заказчика дадите я ему помогу с концепцией не вопрос да кстати влад как помнят наши зрители у вас участок он прямо на берегу озера то есть там буквально несколько шагов сделать уже можно пойти купаться наверняка был соблазн построить непосредственно воды да очень хотелось построить на береговой линии ну по нормам этого делать нельзя поэтому мы перенесли на планируем перенести нашу будущую баню непосредственно на территории участка но на берегу мы планируем все-таки организовать зону отдыха у нас там появится солярий будет отдельная комната такая зеленая комната для размышлений может для йоги также у нас появится бокс такой гараж для лодок тогда вопрос игоря можно либо не построить на берегу или это в принципе невозможно ну по нормативам сейчас береговая зона в районе 100 метров если она не частная то есть не выкупленная то нет но есть такие люди которые выкупают прямо озеро но тут как говорится хозяин барин а это не опасно ну по логике наоборот если не дай бог что то водоряло а если не дай бог например какой-то очень сильный прилив ну тут надо учитывать так скажем именно местоположение и все тут даже не столько прилив сколько зимой лед то есть вот тут да потому что степень сжатия может быть очень сильной и наши свои так скажем могут не удержать поэтому тут надо просчитывать рассчитывать уже конкретно под водоем под его дно то есть или стоит песчаная то есть какое и тогда уже от этого отталкиваться исходить на чем строить так скажем и в этом случае получается уклон играет нам на руку да то есть баня она в самом низком месте это вроде как удобное или наоборот тут опять же все зависит от того куда идет отвод допустим той же воды из бани и этот вопрос я понимаю что для влада более чем актуален потому что не в непосредственной близости с водой но все-таки рядом баня то есть тоже нужно как-то позаботиться до водоотведения да у нас здесь я думаю проблема встанет в основном с выгребной ямы да то есть у нас канализация которую дом обслуживает она находится по отношению к уровню бани я думаю где-то перепад там около метра составляет и канализацию вести довольно таки я думаю проблематично будет поэтому для бани мы копаем отдельно выгребную яму но вопросы водоотведения это конечно у нас еще все впереди а прямо сейчас еще нужно успеть измерить участок чтобы понять где баня будет находиться и я насколько знаю влад вы будете обращаться к помощнику буду мерить помощник помощниками игорь чем вы будете верить двумя помощниками да поэтому мы так как строим русскую баню будем мерить как обычно по-русски по-русски топор клин и рулетка и локоть да ну а как это будет происходить узнаем совсем скоро увидимся на участках сегодня мы будем производить замеры нашего участка по разным показателям мой друг паша паша опытный у нас строитель будем измерять уровень рельефа паша расскажи как будем это делать мы берем основную точку это край отмозки дома и дополнительных порядков в нашем случае порядка 15-20 точек в разных частях участка визуально там где явный выраженный рельеф где превышение или наоборот заниженность эти точки фиксируем и при этом при пересчете мы получим общий разрез в общую ситуацию учетка сегодня мы произвели замеры рельефа нашего участка мы определились что то в предполагаемом месте, где мы хотели возвести баню, рельеф у нас понижается на 25 сантиметров. А нам это на руку, потому что именно в этом направлении будут уходить грунтовые воды от нашего дома и от нашей будущей бани. При решении, где ставить баню на участке, следует придерживаться собственных потребностей и здравого смысла. Выбирая место для бани, обязательно оцените его с позиции санитарной безопасности. Если на участке есть колодец или скважина и единственный источник питьевой воды, то не стоит строить баню в непосредственной близости от них. Оптимальное расстояние от места водоснабжения не менее 20 метров. Необходимо следовать и правилам противопожарной безопасности. Баня должна быть удалена от жилого дома и от других строений на расстоянии не менее 10 метров. Немаловажный момент – соседи. Расстояние от соседнего участка должно быть не менее 2,5 метров. А вообще, желательно место новой постройки с соседями согласовать, чтобы в дальнейшем избежать спорных вопросов. При выборе места для бани советуют мысленно разделить участок на две части. Одна из них будет хозяйственной, другая – жилой. Баню лучше расположить в хозяйственной части. Желательно, чтобы место было на возвышенности. Это чтобы упростить водоотвод из бани, и вода могла уходить самостоятельно. Кстати, как будет подводиться и отводиться вода, а также каким образом будет подведено электричество, с этим тоже лучше определиться заранее, чтобы не возникло неприятных сюрпризов уже на этапе строительства. Не стоит забывать и об эстетической стороне. Баню строить рекомендуют в самом живописном месте участка, чтобы ваша уютная постройка стала главной изюминкой и любимым местом отдыха для всей семьи. Мы приехали к нам на участок, где мы собираемся строить нашу баню. Участок небольшой, в районе 20 соток. Места много, так как он еще не совсем обжит, но по выбору у нас есть задумки по строениям на этом участке. Поэтому для бани у нас выбор будет исходить из того, что мы в комплексе хотим построить баню, беседку, барбекю. Поэтому нам места на дом будет довольно-таки много. Вот наш участок 20 соток, прямоугольной формы, три места. Это дальний угол, который у нас выходит к лесу, это теплица. И третий участок, где стояла старая баня. Поэтому я думаю, что из этих трех участков мы и будем выбирать место для нашей новой бани. Есть неплохой уголок на нашем участке, где бы в этом лесочке неплохо бы смотрелась баня. Но так как у нас хозяин очень любит рыбалку, мы решили здесь сделать мини-прудик и ему беседочку, чтобы он спокойненько мог разводить здесь карпиков. Участочек хорош тем, что тут выход в лес и пейзаж может быть очень душевный. Выйти после бани, посидеть, подышать чистым воздухом. Но озеро мы в приоритете оставляем. Вот Крыжовник растет. Очень хорошо вкусное варенье получается, называется Королевским. Вишневый лист и Крыжовник без кожуры. Просто ум отъешь. Вот еще одно место. Неплохое для нашей бани. Но, во-первых, тут уже старыми хозяями разбит сад, который жалко трогать. Во-вторых, стоит теплица. Сама теплица, может, и невзрачная, но фундамент у нее довольно-таки прочный. Поэтому, скорее всего, на нем сделаем новую теплицу. И, исходя из того, что у нас баня не просто баня, а комплекс сооружений, беседка и барбекю, тут по месту нам будет тесновато. Специалисты советуют ставить баню так, чтобы вход был на юг, а окна на запад или юго-запад. Для чего же это делается? Двери на юг лучше сделать, потому что зимой в этой стране будет меньше снега, а весной сугробы быстрее растают. Окна с западной стороны делают, исходя из того, что обычно в баню ходят вечером. Как известно, солнце заходит на западе, а значит, лучи будут лучше попадать через окна и освещать помещение. Это важно не только с точки зрения экономии электроэнергии. Мягкий свет на закате всегда придает ощущение комфорта и уюта. Помимо сторон света для выбора места, важно учесть и направление ветра. Бани обычно строят с подветренной стороны относительно остальных построек. Такое расположение защитит баню от косых дождей и предотвратит разбухание и порчу дерева. Ваша баня прослужит очень долго. Мы провели предварительные замеры участка. Для того, чтобы расположить грамотно и правильно нашу будущую баню, необходимо соблюсти ряд требований и правил по санитарно-техническим эксплуатационным качествам и по строительным нормам. И прежде чем приступить к детальным чертежам нашей будущей бани, я бы хотел на эскизе посмотреть, как наша баня впишется в ландшафт нашего участка. Наш участок имеет форму трапеции. Он заужен к водоему. Здесь у нас предполагается оформление береговой зоны. Дом у нас в пропорциях примерно вписывается в такой квадрат. Здесь мы планируем организовать парковочную зону. Здесь у нас стоит довольно-таки уже старое дерево. Мы бы его хотели сохранить. И поэтому единственным тогда местом для нашей будущей бани остается вот данный сектор. Он, кстати, удачен в плане уклонов и в плане строительных норм. А по нормам мы должны, во-первых, соблюсти 8 метров между баней и строением. Но так как у нас еще есть пожарные нормы, а у нас и баня, и дом – это деревянные строения, мы должны выдержать 15 метров. Также по нормам мы должны отступить полтора метра от границы нашего участка. В принципе, в обозначенный квадрат эти нормы укладываются. В итоге мы получаем квадрат под нашу будущую баню размером 12 на 12. Баню ориентировочно мы запланировали 6 на 12, поэтому в выделенное место мы сможем вписать весь функционал. И также еще довольно-таки, я думаю, красиво оплагородить территорию вокруг бани. Если вы располагаете небольшим участком, все углы в нем заняты, ни одного подходящего места нет, плюс ко всему, вы хотите сэкономить, можно пристроить баню к дому. Такой вариант, конечно же, считают не самым пожаро-небезопасным, впрочем, при грамотном подходе и контроле пожарного инспектора вполне допустим. Более того, никакие нормативные акты или законы пристраивать баню к жилому дому не запрещают. А существующие нормы строительства и пожарной безопасности рекламентируют такого рода пристрои, ведь именно о пристрое в нашем случае идет речь, а не о строительстве отдельного сооружения. Пристраивая баню к дому, одну из стен двух сооружений можно сделать общей. Это позволит значительно сэкономить на стройматериалах и дополнительных работах. Но на чем экономить не стоит, так это на пароизоляции и на противопожарной защите. Защититься от пожара можно при помощи несгораемой изоляции, слой которой монтируется на стену со стороны бани. Ну вот мы пришли на третье место, которое я считаю, что будет самым подходящим для нашего, для нашей бани. Ну, во-первых, скважина рядом. Во-вторых, так как у нас это комплекс из беседки, барбекю и бани, мы его, вот где окно, прямо сделаем выход или вход в дом. То есть все в одном месте, все компактно, все удобно. А также, исходя из того, что участок у нас под большим наклоном, а выгребные ямы будут снаружи, то есть, ну и, соответственно, коммуникации все тянуть намного меньше и проще. Ну, так как мы еще не определились конкретно с проектом бани, этот участок нас устраивает в плане того, что размеры, ну, сами понимаете, могут варьироваться. И 3х3, и прямоугольная какая-то, и 10х10 люди строят. Поэтому, исходя из этого местоположения, тут, в принципе, встанет любая баня, беседка, барбекю. То есть то, что нас полностью удовлетворит. С местом определились, порядок наведем. Санузел замечательный в древно-русском стиле мы уберем. Забор поменяем. Тем более, наша беседка и барбекю будет частью этого нашего нового забора. А вот дальше, дальше посмотрим, но березку, я думаю, в любом случае надо сохранить. Иногда кажется, что для бани вы выбрали идеальное место. Ведь оно подходит по всем параметрам, соблюдены противопожарные правила безопасности, и с точки зрения дизайна лучше не придумаешь. Но можно забыть учесть несколько важных моментов. Существует ряд типичных ошибок при выборе места для бани. Во-первых, не стоит забывать, что баня должна быть скрыта от посторонних глаз для собственного же комфорта. Ведь, согласитесь, не очень приятно выходить после парилки на улицу, если вы попадаете в обзор не только соседей, но и проходящих по улице людей. Во-вторых, желательно не выбирать под строительство бани место, идеальное для садовых посадок. В первую очередь, это правило относится к тем, у кого небольшой участок. В-третьих, располагая бани у реки, не забывайте о том, что весной может начаться паводок, поэтому лучше выбрать место, исходя из того, до какого уровня каждый год поднимается вода. И четвертая ошибка. Баню, что действительно правильно, советуют располагать на возвышенности, чтобы проще было организовать естественный водоотвод. Однако при этом не стоит забывать об окружающей среде. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы сточные воды попадали в реку. Сегодня мы собрали вместе все технические параметры, выявили уклон на нашем участке, вписали нашу баню, поэскизировали, поискали место для нашей будущей бани. Я думаю, что уже можно детально приступать к проектированию, к чертежам. И все-таки моя баня будет лучше. Ну, в общем-то, мы закончили наше путешествие по нашему участку, определились с местом. Было три. Одно осталось под озеро, второе под теплицу, и третье место, которое определялись, останавливались на нем. Сейчас останется выбрать только проект самой бани, ну, и начать ее делать. Моя баня будет лучше. Закончился второй день нашей телевизионной стройки. Игорь и Влад измерили участки вдоль и поперек, и выбрали место для строительства бани. Теперь и мы с вами знаем ряд несложных, но таких важных правил, которые всегда сможем применить. Это был телевизионный проект «Моя баня лучше». Увидимся в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok